Жили мужик да баба. У них была дочка да сынок маленький. Доченька говорила мать, мы пойдем на работу, береги братца. Не ходи со двора, будь умницей, мы купим тебе платочек. Отец с матерью ушли, а дочка позабыла, что ей приказывали. Посадила братца на травке под окошко, сама побежала на улицу, заигралась, загулялась. Налетели гуси-лебеди, подхватили мальчика, унесли на крыльях. Вернулась девочка, глядь, а братца нету. Ахнула, кинулся туда, сюда, нету. Она его кликала, слезами заливалась, причитывала, что худо будет от отца с матерью. Братец не откликнулся. Выбежала она в чисто поле и только видела, метнулись вдалеке гуси-лебеди и пропали за темным лесом. Тут она догадалась, что они унесли ее братца. Про гусей-лебедей давно шла дурная слава, что они пошаливали, маленьких детей уносили. Бросилась девочка догонять их. Бежала, 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 увидела, стоит печь. Печка, печка, скажи, куда гуси-лебеди полетели? Печка ей отвечает. Съешь моего ржаного пирожка, скажу. Стану я ржаной пирог есть. У моего батюшки пшеничные не едятся. Печка ей не сказала. Побежала девочка дальше. Стоит яблоня. Яблоня, 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 скажи, куда гуси-лебеди полетели? Поешь моего лесного яблочка, скажу. У моего батюшки садовые не едятся. Яблоня ей не сказала. Побежала девочка дальше. Течет молочная река в кисельных берегах. Молочная река, кисельные берега. Куда гуси-лебеди полетели? Поешь моего простого киселька с молочком, скажу. У моего батюшки и сливочки не едятся. Долго она бегала по полям, по лесам. День клонится к вечеру, делать нечего. Надо идти домой. Вдруг видит, стоит избушка. На курьей ножке об одном окошке кругом себя поворачивается. В избушке старая баба-яга придет кудель. А на лавочке сидит братец, играет серебряными яблочками. Девочка вошла в избушку. Здравствуй, бабушка. Здравствуй, девица. Зачем на глаза явилась? Я по мхам, по болотам ходила, платье измочила, пришла погреться. Садись, покуда кудель прясть. Баба-яга дала ей веретено, а сама ушла. Девочка придет. Вдруг из-под печки выбегает мышка и говорит ей, Девица, девица, дай мне кашки, я тебе добренькое скажу. Девочка дала ей кашки. Мышка ей сказала, баба-яга пошла баню топить. Она тебя вымоет, выпарит, в печь посадит, зажарит и съест. Сама на твоих костях покатается. Девочка сидит ни жива, ни мертва, плачет. А мышка ей опять, не дожидайся, бери, братца, беги, А я за тебя кудель поприду. Девочка взяла братца и побежала. А баба-яга подойдет к окошку и спрашивает, Девица, придешь ли? А мышка ей отвечает, приду, бабушка, приду. Баба-яга баню вытопила и пошла за девочкой. А в избушке нет никого. Баба-яга закричала, гуси-лебеди, летите в погоню, Сестра братца унесла. Сестра с братцем добежала до Молошной реки, Видит, летят гуси-лебеди. Речка, матушка, спрячь меня, Поешь моего простого киселька. Девочка поела и спасибо сказала. Река укрыла ее под кисельным бережком. Гуси-лебеди не увидали, пролетели мимо. Девочка с братцем опять побежала, А гуси-лебеди воротились, летят навстречу, Вот-вот увидят. Что делать? Беда! Стоит яблоня. Яблоня, матушка, спрячь меня, Поешь моего лесного яблочка. Девочка поскорее съела и спасибо сказала. Яблоня ее заслонила ветвями, Прикрыла листами. Гуси-лебеди не увидали, Пролетели мимо. Девочка опять побежала. Бежит, бежит, уж недалеко осталось. Тут гуси-лебеди увидели ее, Загоготали, налетают, крыльями бьют, А вы, гляди, братца из рук вырвут. Добежала девочка до печки. Печка, матушка, спрячь меня, Поешь моего ржаного пирожка. Девочка скорее пирожок в рот, А сама с братцем в печь села в устица. Гуси-лебеди полетали, полетали, Покричали, покричали, И ни с чем улетели к бабе Е. Девочка сказала печи спасибо И вместе с братцем прибежала домой. А тут и отец с матерью пришли. Продолжение следует...